Всем привет-привет! В данном видео я с вами поделюсь своим рукоделием, я бы это так назвала. Я очень люблю все блестящее, как вы поняли, кто подписан на мой канал. Хочу поделиться с вами, показать пару идей того, что я сделала себе. Возможно, вам это очень понравится и вы сделаете что-то подобное себе. Поехали! Сейчас мы находимся в святая цветых любой девушке. Это гардеробная моя, у меня отдельная комната, куча полок. Здесь у меня сумки, тут у меня шубы, здесь у меня висят мои вещи. И на полочках так вот все расфасовано, растратирован. Взяла пару вещей таких самых, но, в мое мнение, самых лучших, что у меня получились, и сейчас вам продемонстрирую. Деверер это платье. Когда изначально я начинала шить, я не планировала делать такой узор. Я просто пришила большой камушек сюда и пониже. Потом я уже по ходу дела начала включать свою фантазию и вылаживать такой орнамент. Получилось очень хорошо. Мне делают комплименты, что это очень красиво мерцает, особенно когда такой приглушенный свет. Оно все переливается очень. И здесь я полностью вношиваю такими вот красными стразиками. Изначально я опять же не планировала делать именно так. Я взяла первую каемку, первые штрихи, а дальше уже все моя фантазия и на рукаве. Видите, переливается очень красиво. Это считается самые дешевые камушки, они пришивные. 100 таких камушков будет стоить около 25 гривен, то есть это недорого. Ну, конечно, не сваровские, но блеск дают довольно-таки хороший за такую стоимость. Ты мне помогаешь, дочь? Вырастешь, мама тебе тоже даст это платье одеть. Алло! Вчера не было чем заняться, и я сделала себе лосины. Получаются это уже клеевые камушки. Они приклеиваются утюгом. Это очень удобно, быстро. Вы просто вылаживаете определенный орнамент, который вы хотите, и припаиваете это все утюгом. Быстро, качественно, хорошо все приклеено. Камушки все пластмассовые, ограненные довольно-таки неплохо. Пока они не блестят, но я думаю, что со временем они затрутся. Находятся они на колени, то есть когда одеваешь ботфорды, либо сапожки, очень прикольно смотрятся. Еще я вот таким способом украсила сапожки, которые я показывала, как я переделывала, делала их с бахромой. И бахрома мне надоела, я решила снова их усовершенствовать, и сделала такие камушки. А сейчас я вам покажу, чем я питаюсь, что я кушаю, как я это готовлю. Реально 80% моего питания вообще это быстро. И вот, сделав такую миску салата, я ее кушаю целый день, и могу только там кофе попить, либо чай. Там есть и сыр, и чуть-чуть колбасы, но я просто больше ничего за день не кушаю. Покормила малую, пробежалась, схватила какой-то кусок там того салата, побежала дальше, там ее покупала. Опять. И вот целый день у меня нету такого, чтобы я села и покушала нормально. У меня нет на это времени. Я, как сказка, коза-де-рза, бегла через месток, схватила клыновый листок. Это реально обо мне. Я и похудала на 30 кг. Это моя декретная диета. И она действенная. Колбасу и сыр, потому что оно так получается сытнее. И я ложу абсолютно совсем чуть-чуть и колбасы, и сыра, просто ради вкуса. Ты принесла папу капчик? Злата мне принесла обуться. Да, Ляля моя мама. Куда? В общем, спасибо, что вы со мной. Задавайте мне вопросы, чтобы вы хотели еще узнать обо мне или о том... О всем. Спрашивайте меня о всем, в чем угодно. Я все расскажу. Всем спасибо. Пока.